Борис Заходор. Про Стоножку читает Павел Деселин. Жила Стоножка под городом Белым и занималась делом. Вдруг из города пришло письмо Стоножке, приглашаем на горячие лепёшки. И Стоножка, не раздумывая много, собралась и поспешила в путь дорогу. Но представьте, что как раз на полдороге у Стоножки перепутались все ноги. Задние с передними, первые с посредними, девяностая с тридцатой, тридцать третье с сорок пятой, двадцать первая с восьмой, а девятая с седьмой. Пропусти, кричит вторая, третья стонет, умираю, пятая толкается, шестая спотыкается, плачет сотая от боли. Отдавили все мозоли, шестьдесят четвёртая, свалилась полумёртвая. Что делать, бедные Стоножки? Пришлось распутывать ножки, а в белом-то стынут лепёшки. Распутала наша Стоножка сперва ноги номера один и два, тринадцатую, пятую, четвёртую, тридцать девятую, одиннадцатую, восьмую, десятую, сорок седьмую. Ну, кажется, всё, да не тут-то было, про шестую она позабыла, а нога номер семьдесят пять с двадцать второй сцепилась опять. Только сладится ножка с какой-нибудь парою, все остальные опять за старое. Словом, пока суть додела, всё в огороде зазеленело, и город белый зелёным назвали, а в город зелёный Стоножку не звали.